Ромео, для чего Ромео ты? Позволь губам моим двум пилигримам, мой сладкий грех лапзанием искупить. Я тоже наизусть знаю Ромео Джульетто. Да нет. Ты такой классный. Ты меня просто плохо знаешь. Боюсь, у Меркутио нет шансов. У Меркутио нет шансов до тех пор, пока Ромео не накосячил. Сейчас ты будешь последним потомкой. Ты, если честно, так себе. С тобой все в порядке? Тебе, если честно, с твоей стрёмной внешностью лучше с моим братом Арсеном встречаться. Думаю, после всего этого она теперь меня не захочет даже видеть. Он на телефон перестал отвечать. Арсен, не отчаивайтесь. Я теперь не знаю, как мне быть. Я всего лишь парапсихолог. Я не специалист по гендерным отношениям. Всё, что я могу, это вот дать вам какой-то совет, основываясь на личном опыте. Было бы неплохо. Как вы думаете, у меня есть ещё шансы? Шанс есть всегда. Главное в это верить. И самое главное, оставаться честным с самим собой, Арсен. Точно, честным. Она должна увидеть всё своими глазами, как я превращаюсь. Нет, подождите, Арсен, вы не так поняли. Спасибо. Арсен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алина. Алина, 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 стой, подожди. Что? Выслушай меня, пожалуйста. Ты определись уже со своими желаниями. Вчера ты говорил, чтобы я валила, сегодня говоришь, чтобы я тебя выслушала. Или ты вчера не всё высказал и хочешь сегодня конкретизировать, куда мне именно валить? Ну, Алина, подожди. Подожди, не нужно никуда валить. Я себя вчера очень плохо вёл и хочу извиниться за это. И объяснить, почему всё так произошло вчера. Так, давай, я тебе сотового пинатора, а ты мне в футбольный пункт. Раз, два, три, четыре. Ты скоро до меня дойдёшь. Нет, я так проиграю. Проиграешь. Ребят, кто-нибудь в стиральных машинках шарит? А то мне там постирать надо, а я как включать не знаю. А вы в сыральную машинку закиньте вещи, а я потом включу, как надо. А, спасибо. Девчонки, а погладить потом не поможете? А у вас много? Не, у меня один спортивный костюм и пара футболок. Хорошо, Сергей Борисович, я поглажу. Спасибо, корочка. Что-то ещё? Зашивать никто не умеет. А то у меня там на Олимпике дырка небольшая, сантиметра четыре. Борисович, бабу тебе надо. Ты думаешь, я настолько наивна, что поверю во всё это? Ну это правда. Я понимаю, это звучит неправдоподобно, но какой смысл мне тебя обманывать? Арсен, если это просто какой-то глупый розыгрыш, и ты уверен в своей правоте, то тебе стоит обратиться к врачам, а мне вообще идти надо. Стой, подожди. Пожалуйста, дай мне шанс доказать тебе это. Просто побудь со мной целый день, и ты сама всё увидишь своими глазами. Не знаю даже. Ну пожалуйста. Ну хорошо, только мне надо быть дома в десять вечера, а то у меня сроки папа. Обещаю, будешь. Только держи себя в руках, хорошо? Идём. Вот чего вы все в меня вцепились, а? Как будто там за дверью целая очередь из топ-моделей ко мне стоит. Сейчас вам пойду выбирать. Я же за женщинами давно не ухаживал. Вот где их сейчас искать-то? А интернет на что? Всё-таки двадцать первый век, давайте зайдём на сайт знакомства и найдём. Конечно, оптимальный вариант. У нас в Франции даже пенсионеры через интернет знакомятся. Да блин, не знаю. Ну балансовое-то всё какое-то. Борисыч, соглашайся. Ты же ничем не рискуешь. Нет, ну, если так разобраться, то да, ничем не рискуем. Ну вот и договорились. Всё, хорошо. Только давайте в другой день, ладно? А то сегодня лига чемпионов. Арсенал Бавария. Такая игра. Ну-ну-ну, Сергей Борисович. Хорошо, давайте сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, я думаю, поиски закончены. Пять вариантов на сегодня, я думаю, достаточно. Смело достаточно, конечно. Ну а теперь давайте познакомимся с каждой соискательницей поближе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, Борисович, рассказываю план действия на сегодня. Интервал между свиданиями час. На каждое свидание по 45 минут. А что по 45 всего? Ну а о чём с ними дольше разговаривать? Если уж понравится, то ты это в первые 10 минут поймёшь. Да? Тем более тебе так удобнее будет. Ты же футболист. Читай, тайм отработал, 15 минут отдыхай. Хе-хе-хе. Смешно. А мы будем за барной стойкой сидеть. Если вдруг что-то случится, мы пройдём на помощь, да? Конечно. Ну что, Сергей Борисович, готовы? Готов. Ну, с Богом! А может, для храбрости? Борисович, там выпьешь. Поехали. Давай, давай. София, можно я возьму твоё расчёс? А ну я всё. Дольше мыться надо. Ушли Борисовичу невесту искать. Что, прям всей толпой? Ну, как видишь. А ты почему не пошёл? А мне это надо. Я лучше спокойно поиграю, пока на приставку очереди нет. Я могу составить тебе компанию. Ну, давай. Только играть в футбол будем. Ладно. Сейчас я только голову досушу. Честно говоря, мне надоело проигрывать Рассе с Дасом постоянно. Поэтому я остался тут, чтобы потренироваться, поиграть в футбол. Ну, а Камила подходит для этого как нельзя лучше. С ней-то я справлюсь. Я вообще редко ознакомлюсь на таких сайтах. Сразу такой красавец попался? Если красишь, это нормально. Сейчас все красятся. Футбол — это круто. Я в детстве тоже играла в футбол. Но потом я сломала ногу, и я пошла в другой спорт — в теннис. Я стала плести бисер, стразики, такие украшения. До сих пор увлекаюсь, до сих пор плютуб. Я прошу прощения. Это ж ты вот на фотографии, да? Этой фотографии уже полгода. С тех пор многое изменилось. А-а-а. Девочка, ты зачем сюда пришла, а? Как зачем? Это же меня на свидание пригласила. Да, но в анкете ты как-то постарше выглядела. Ну, иначе ты бы не повелся. Киндэши. Цюритке крыганда. Эммер дежа. Цюритке крыганда. Слушайте, я вам говорил, да? Ничего хорошего из этой вашей затеи не выйдет. Просто зря время потеряли, и все. Короче, я пошел. Да, подожди ты, Борисыч. Борисыч, ну все, последнее, последнее осталось, и все. С ней увидитесь. Если она вам не понравится, спокойной душой можете уйти. Ну, дело, говорю. Пожалуйста. Через сколько она придет? Через пять минут будет. Только с ней еще увижусь и спать. Все. А потом он мне говорит, что Гондурас находится на Северном полюсе. Представляете? Весь класс так смеялся. Ну, у меня в основном все отличники, а ему пришлось тройку проставить. Ну, вы же знаете, ученики они такие. Вот вечно что-нибудь выкинут. Ну, а мы для чего над ними стоим? Как раз для этого, чтобы где-то научить, где-то помочь, где-то поддержать. Да? Ну, великую миссию выполняем, Ольга Геннадьевна. Ну, что вы так официально? Можно просто Оля. Ну, Оля, тогда и вы можете меня называть не Сергей Борисович, а просто Борисович. В смысле Сережа, да? Хорошо, Сергей. Слушайте, Оля, а что мы с вами все сидим и сидим? Может, пойдем прогуляемся? Заодно вас до дома провожу. Ну, с таким кавалером почему бы действительно не пройтись? На бежан, все. Алина, ну, Алина, ну, подожди, подожди. Что это? Пожалуйста, ты можешь хотя бы еще немного потерпеть? Просто я уверен, если ты сейчас хотя бы на минуту уйдешь, я превращусь. Как я тебе потом это докажу? Арсен, ну не говори глупостей. Я уже сорок минут терплю. Теперь ты подожди минуту. Привет, красавчик. Красавчик. Спасибо. Гол! Тотси виват, квадрат Зура. Элидар, ты опять проиграл. Не обольщайся тебе, повезло просто. Шестой раз подряд? Шестой раз подряд? Ну, я же не виновата, что три года подряд я снимала квартиру со своим одногруппником, у которого на приставке был только футбол. Хороший у вас район, прохладный такой, тихий, никто не дебоширит, да, наверное? А общественный транспорт у вас как ходит? Я успеваю, да, еще? Ну, зачем вам сейчас уезжать? Может быть, ко мне зайдем? Зачем? Ну, как говорит современная молодежь, кинчик посмотрим. Ага. Почему бы нет? Да? Давайте. Давайте. Заходите. Спасибо. Проходите. Спасибо. Прям удобный у вас этаж, третий, да? Не подниматься невысоко, да, и грабители не залезут. Что-то вы долгое, я думал, вы раньше придете. Сережа, это мой муж Витя. Витя, это Сергей. Очень приятно. Я просто, как бы, знаете, я... Да вы не переживайте, все в порядке. Вы простите, что я сразу вас не предупредила, я просто боялась, что вы убежите. В смысле убегу? Так, вам чего двоим от меня надо? Понимаете, Сергей, видите ли, в чем дело? Мы с Олей любим экспериментировать. Ну, понимаете, а втроем это гораздо проще, чем вдвоем. Ха, получила! Футбол это мужская игра. Ильдар, вообще-то 5-1, тебе надо еще 4 гола забить. Ну, это я тебе фору дало, теперь все. Гол. 6-1. Ильдар, ты проиграл 19 матчей из 19, может быть, хватит? Нет. Играем дальше. Зря я, наверное, выигрываю. Это же бьет по его мужскому самолюбию. Надо хотя бы разок проиграть. Гол! Победа! Ха, как моя Барселона, твой хвален Милас Пальмас, а? Сильно, сильно эти 2-1 я никогда не забуду. Будет уроком. Кто-то же. Честно говоря, не ожидал такого от Камилы. И должен признать, для девчонки она играет даже очень неплохо. Да, даже для пацанов. Но в главном матче я и показал, кто в доме хозяин. Ну, а вот это наша спальня. Понятно. Я на 5 минут вас оставлю, мальчики. Пойду смешаю горячее и холодное течение. Только вы, мальчики, ведите себя прилично. Куда она сходит? В душ. А. Алина, ну я правда превратился тогда в того Арсена, как только ты зашла в туалет. Ну и я решил, что ты должна это знать. Да, да, рассказывай кому-нибудь другому свои сказки. Ну, Алина. Ну что, Алина? Ты говорил мне какую-то ерунду про свои превращения. Просил меня весь день с тобой побыть. А я как дура поверила. И что? И никакого чудесного превращения, как и следовало ожидать, не было. Алина, и ты ничего лучше не нашел, как при мне пойти в женский туалет, чтобы подсматривать за тетками? А может, ты специально пошел в туалет, чтобы подсматривать за мной? Нет. Извращенец. Нет, я... Ты все неправильно поняла. Я говорил правду. Говори ее кому-нибудь другому. Алина! Алина! Алина, вот... Алина! Ну, почему все так, а? Свободный был, ну... Что вы в сайте стояли? Ага, и что с того там, арбитр слепой? Что он, не заметил бы, что ли? Я не поняла. А что здесь происходит? Так, футбол же. Лига чемпионов. Арсенал Бавария, между прочим. Да, Оль, очень интересный матч. Может, пивка еще принесешь? А у Бориса что-то новая чуриха, да? Такая, да? У них там, походу, движение, голова, окружение, да? Чего ты взял? Просто гуляют. Ага. Ну, а она с свечем ничего, да, такая? Ну, неплохая. Молодая, правда. Вот если бы ты у него учился, то в самый раз бы, да? Это да. Это да. Привет всем. Опа-на. В общем, спасибо вам всем огромное за мой сегодняшний вечер. Я спать. Эээ, Борис, покой спать? Расскажи, что как было, интересно. Все прошло замечательно. 3-1. Да? В смысле 3-1? Ну, походу, он три раза, а она один. А что еще думать? Кстати, муж у нее вот такой мужик, ребят. Пойди, там что, муж еще был, что ли? Прикинь, Борисыч, походу, из врата. Или у него с мужем 3-1. Да. Усатый гоняли там. Эй, я, короче, к девчонкам переезжаю. Я с ним жить не буду. Пусть профессором живет. Да. Ну, это Продолжение следует...